Сегодняшний семинар хотел бы посвятить для нас нетрадиционной теме, так отклоняющейся немножко, но просто она волнует многих людей, поэтому там, наверное, будет интересно для многих. Посвящена анализу марксизма с позиции двухзначной логики. Некая предыдущая тема, где я рисовал о том, что весь мир можно разбить по некоторому параметру. Выбрать любой какой-нибудь параметр и по нему разбить. Параметр А, любой параметр. Слушай, даже я не вижу. Ну ладно, свечи Васильев. Ну тут ничего хитрого-то нет, просто обычная логика, как-то стандартная. Просто вся фишка состоит в том, что как вот... Что если у тебя есть некое свойство А, оно задает разбиение на множестве мира. Да, самое важное, что оно разбьет... Что есть вещи, которые обладают этим свойством, а есть вещи, которые не обладают. Самое важное в этом состоит в том, что отрицание... Отрицание есть как бы само А, да, вот это свойство двузначности. Что на самом деле, как... Еще, вот если анализировать теперь это разбиение более подробно, то можно сделать следующий вопрос. Смотрите. Вся содержательность этого разбиения находится А. А задает нам всю содержательность. Потому что не А, не А. Это на самом деле отрицание просто этого содержания. То есть фактически мы весь мир разбиваем, берем какое-то любое содержание, и весь мир как бы смотрим как бы сквозь это содержание. Как сквозь очки, да, именно этого содержания. Допустим, если это содержание, как я показывал, когда про меня говорили, если мы убьем бытие, то мы видим весь мир сквозь бытие, как бы что мир есть бытие. Берем все белое, то мы видим сквозь параметр белое, весь мир, что он белый, и разбивается на белый, и не белый, и так далее. Иначе говоря, вот это вот отрицание, оно скрывает то, что реально вот это вот разбиение вне А может быть какой-то цвет. Как, например, мы имеем дело с цветами. Кроме белого есть там много других цветов. На самом деле оно может быть там какой-то А1, А2, А3, и так далее. Я просто предлагаю на данный факт, на данное развиение посмотреть просто с специфической стороны, да, посмотреть с специфической стороны того, как это развиение можно понять с точки зрения власти. О чем я говорю? Вот мы все участвуем в выборах, да, и нам иногда выборы всегда какие-то альтернативы, да, и нам иногда на выборе предлагают, практически предлагают выбрать из многих кандидатов, но на самом деле, когда агитируют, всегда говорят так, что вот им какой-то один кандидат, да, там, допустим, избранный, вот он А, он как бы высвечивается во всей своей содержательности, да, а все другие кандидаты, они затемняются и говорится, что все остальное ты просто проиграешь, да, там. Просто не А и все. Содержательности здесь нет. Вот у нас есть выделенный кандидат, да, он главный. А все остальное как бы несущественно. Иначе говоря, вот это вот разбиение, оно носит манипулятивный характер. Точнее, и оно может быть использовано в манипулятивных целях. Это когда, например, манипулируют выборами, да, когда ты предлагаешь неправильную схему, да, вот как говорят, есть такая вещь, как навязывание схемы. Когда тебе навязывают схему, что говорят, что ты должен проголосовать, и потом проголосуешь. Проголосуешь и подпрягаешь. Да, да, да. Вот такая манипуляционная схема. Потому что на самом деле, правильная схема всегда состоит в том, что мир, ведь это разбиение мира, есть на самом деле нечто человеческое. Потому что вот это отрицание, которое здесь присутствует, да, это на самом деле наша возможность, которая вот связана именно с человеческой возможностью. Потому что в самом мире всегда мир развивается на параметре, который не отрицает явно. А если отрицают друг друга, то они отрицают не явно, да, как просто как разный, как контрарно разный, как мы говорили. То есть, всегда мир разбивается по некоторым параметрам И отрицание, допустим, А1 Это просто А2 Что такое было бы здесь отрицание А1? Не явное Это просто А2, поведение А3 и прочее А здесь нет как бы явного отрицания Просто отрицание здесь заложено в саморазбиении Что здесь важно? Важно, если посмотреть на философию Я пока прелесло, я все рассказываю Мы тоже перейдем к Марсу Парсизм Просто набрасываю некий контур И того, о чем будет там нигде речь Вот если мы тогда разбиваем весь мир по параметру бытие Вот у нас есть бытие и небытие Так сказать, небытия нет В чем здесь состоит странность? Странность состоит в следующем Смотрите Мы разбиваем на мир, на бытие и небытие Мы сначала полагаем, что небытие есть Сначала То есть сначала мы небытие полагаем А потом его вторым Это первым действием А вторым действием мы его снимаем Двоим его нет То есть на самом деле для того, чтобы Из этой формулы перейти к формуле Что все есть бытие Нам необходимо провернуть такую странную вещь То есть мы сначала как бы нарушаем Как бы логику полагаем нечто А потом его отрицаем Точно так же, когда мы говорим о Боге Например, что есть Бог Нет, мы полагаем нечто, а потом отрицаем его существование И его отрицаем Полагаем нечто Смотрите, когда мы разбиваем Как рассуждает пармейка? Он говорит о том, что несущего нет Говоря несущего нет Ты ведь под несущим что-то полагаешь? Что такое несущего? Как нечто Не важно Ты его полагаешь как нечто А его нет, в смысле небытия Еще раз говорю Для того, чтобы его отрицать Сначала его положить Да Но ты отрицать будешь не его самому А будешь отрицать его бытие И будешь отрицать его бытие Здесь указано отрицание бытия Это разница Все-таки это не одно и то же То есть ты нечто полагаешь в качестве нечто А потом отрицаешь его бытие То есть ты полагаешь его как общее А снимаешь его в конкретном свойстве Нет, я просто Я полагаю его как сущий Отрицаю его как бытие Если брать конкретно параметиты, там можно двумя путями пойти. Можно пойти и рассуждать в терминах сущего, а можно пойти и рассуждать в терминах бытия. Это два пути, и они не пересекаются. Я здесь пытаюсь рассуждать в терминах бытия. Мы полагаем, что есть только бытие, а не бытия нет. Но можно рассуждать в терминах сущего. Тогда просто получится то, что мы сначала... Тогда получится следующее, что мы умеем разбивать на сущие и несущие. На сущие и несущие. И мы сначала положим несущее, положим, а потом его будем отрицать, что оно не существует В любом случае, и опять же, как бы, всякий раз для того, чтобы нам разбить по нашему правилу, да, как бы на А, не А Нам всякий раз надо будет полагать это вот, отрицать Как нечто, что рядоположен с тем, что является определителем Вот здесь некая, вот здесь рядоположен с бытия и не бытия И получается, что как бы не бытие, в каком-то смысле, не поскольку он это положит в бытие Вопрос следующего состоится, что странная гогика состоит в том, что мы всякий раз отрицаемые должны как-то сначала положить Как нечто, как нечто положить, а потом уже его, уже фактически, отрицать Точно так же, как с Богом бывает, вы знаете, там есть такая старая анекдот про атеистов Они сначала Бога полагают, а потом они его отрицают, и Бог, типа, его нет Ну как вот, сказать, что Бога нет, это одновременно сказать, что, во-первых, если ты высказываешь нечто, ты его полагаешь, что ты понимаешь, что ты такой Бог, а потом его отрицаешь Ну, допустим, кентавров нет, нормально рассказываешь? Нормально рассказываешь? Нормально Правильно Может, ты полагаешь, что это сущее, а ты полагаешь, что в смысле бытия? Еще раз говорю В смысле бытия мы сейчас в этот вопрос разберемся Полагаешь, да Вопрос следующий состоит, что у нас есть такая возможность Вы все правильно говорите, да У нас есть мышление и такая возможность Вот есть мышление Совершенно оторванное Кентавры, кто там у нас еще есть? Бесы, ангелы, не важно что Не важно что Вот мы из этого мышления выбираем любое сущие, как вы говорите Люди и человек бывают Я понимаю Ну нет, я как раз Для того, чтобы показать, о чем я говорю Надо лучше взять такое, что как бы не бывает А там, кентавры, ангелы, бесы Ну, у кого-то бывает, мы будем считать, что там не бывает Давайте возьмем кентавры Мы можем разбить весь мир на кентавров и не кентавров точно так же Понимаете? Кентавры и не кентавры Это ничего не мешает Это правило работает все равно Вообще не важно, существует ли то, о чем идет речь Или не существует И поэтому разговор о том, что ты говоришь А существование вообще здесь не имеет значения Здесь вообще не важно, о чем идет речь На самом деле изначально это разбиение относится к любому содержанию Это фундаментальное Это фундаментальное рассуждение, которое вообще Его можно применить в антологии А оно вообще имеет просто для нас Это просто правило нашей двузначной логики Так уж устроено Мы привыкли все разбивать И мы на самом деле не задумываемся о том, что вот это разбиение А ведь чтобы его осуществить, нужно же уметь эти границы построить Вот если у нас, давайте рассуждать с точки зрения критерий Есть некий критерий Допустим какой-то критерий разбиения Ну и давайте сейчас просто плавно перейдем Как раз с марсизм У нас есть критерия по отношению к собственности Берем какой-то критерий Разбиваем всех людей Теперь мы будем разбивать людей вот всех людей будем разбивать по критерию по отношению к собственности одни собственность имеют, а другие не имеют другие цепи а другие имеют цепи а другие не имеют, это собственность второе, по здоровью одни здоровые, другие нездоровые третье, разбиваем людей разбиваем по красоте, одни красивые другие некрасивые и так далее слева одно и то же и так далее, вопрос состоит в следующем что в принципе это развиение совершенно не зависит от содержания которые взять можно по любое содержание детки разбить это что значит это означает на самом деле что всегда можно вот таким путем найти любой нераз мы хотим так уж не устроен вот мы можем в мире всегда найти неразь выбрать любой параметр одни живут скотами другие скотами не живут и сказать вот у нас неразь как же так я хочу сказать что здесь можно будет вполне четко я согласен если это будет уже тонкость есть разбиение которые четкой можно привести критерий будет четкий ясно почему можно четко вопрос следующий на самом деле как строится рассуждение марс если брать это суждение там я не буду заниматься политэкономически теме основе я просто рассмотреть это идеологически вот тут есть такой известный у него тезис о пьербахе который говорит о том что пилософы различным образом объясняли мир а дело состоит в том чтобы его изменить и на самом деле вот этот тезис как бы отражает то что каким образом маркс пытается применить науку для того чтобы изменить мир он говорит о неравенстве вот я сейчас показываю здесь что всегда можно найти между любыми всегда можно взять любой критерий по к этому критерию найти неравенство каким допустим мы благодаря какой-нибудь великой экономической теории допустим в теории марса пытаемся найти обнаруживаем неравенство которое связано с капиталом да там одни люди имеют капитал капитал имеют а другие его не имеют вот такое неравенство или там или можно говорить и там опять же неравенство по отношению собственности если это какое-то неравенство не имеется как это и допустим мы на самом деле как бы построили такую теорию что из нее следует на самом деле что это как в этом есть какая-то несправедливость что на самом деле люди братья там и там я потом на этом а еще остановлюсь подробно что почему то должно было быть по иначе как мы можем снять это различие если мы и основываемся в этом разбили никакого другого способа нет кроме как устраниться от критерий ну как можно если я говорю что любую я же здесь значки нарисовал вот вместо этих значки вообразите все что угодно устранить это различие может только те способства что унеси в устраняем принципе критерии уничтожая просто уничтожает критерии вылечиваем всех людей что делать дабы лечим всех людей например или а в смысле капитала они еще более есть и более и делаем всех людей больных вот это еще лучше иди всех людей больными делаем. Смотрите, что это означает на деле. Это на деле означает, что это наше изначальное равенство может свести либо к такому равенству, что все люди с капиталом, либо к такому равенству, что все люди без капитала. Вот у нас две возможности. То есть для того, чтобы устранить неравенство, нужно привести по-другому. То есть задача состоит именно в том, чтобы не было бедными. Вот это на самом деле отсутствие капитала. Это СССР. Они так и сделали. Они не смогли по-другому устранить это различие только таким способом, чтобы просто все сделать бедными. Ну ты понимаешь, что наличие денег и капитала это разные вещи, да? Ну давайте поставим с удара собственность. То же самое будет. Это неважно. Это неважно. Потому что вспомним опять нашу советское замечательное рассчитывание, что бывает собственность бывает личная, но собственность бывает частная. Частной собственности в Советском Союзе не было. Логично. Да. Но понимаешь, здесь эта тонкость состоит в том, что понятие собственности... Да. Нет, нет, нет. Это не детали. Делается в том, что действительно. Было определён даже сначала маразм. Причём они не могли понять, что значит собственник. Да, они же пытались даже крестянство раскулачивать уже даже и средний в этом там нашли раскулачивать. Как пытались раскулачивать? Они это сделали? Да. Факт состоит в том, что они не могли понять критерий, и когда собственность переходит, понимаешь, и становится уже... Как-то становится капиталом. Как у тебя... Личь, собственность становится... Сейчас. Это и... Наличие денег становится капиталом. Просто вы обгоняете то, что я хочу сказать. Это было то, что первое, как рассказать. Второе, как рассказать, что на самом деле вот это разбиение само не точно. На самом деле провести вот такое чёткое разбиение, в любом случае когда с катами и без скотов этоlished, а всякое разбиение, которое любится существом, его просто разбить несложно. Как это сделать? Допустим, все их людей с капиталом. А как определить? takim человеку оченьiencia Eric, каждый человек имеет какую-то собственность. Какой предел собственности называется капиталом, а какой не называется? Но с капиталом это ясно, что такое. Капитал – это такая собственность, которая позволяет эксплуатировать другого человека. То есть у тебя есть некая собственность, которая позволяет эксплуатировать другого человека, но она превращается в капитал. Ты капиталист. Не эксплуатировать, а собственность, которая позволяет производить продукты. Вот и начинается выскажение, что такое капитал. Нет, в определении капитала просто. То, что это капитализация, средства производства. Ну хорошо, а если у человека очень много денег, да, как бы, и он живет тем, что в банковский процент кладет, он уже не капиталист по-вашему? Ну, хорошо. Нет, ну на самом деле это очень сложный вопрос. Напосредственно. Ну правильно, я о чем и говорил. Надо уходить от слова капитала. Нет, нет, это не важно. Давайте возьмем слово собственность. Ну собственность. Любое слово. Ведь на самом деле эта формула никак не зависит от того, какую переменную мы сюда поставим. Ну нам уничтожить собственность правильно, чтобы все жены были общими. Да, вопрос. Но, когда мы говорим о собственности, и все эти теории, в том числе, такая же, подобная же теория христианской, да, все они пытаются уничтожить вот эту вот собственность, исходя из того, что надо все сделать общиной. Но, в общем. Но, ну что интересно, в христианстве есть такая же проблема, что, вот, как было дело, да, если рассмотреть, почему Христос, можно считать Христа первым революционером, да, в иудейском обществе считалось, что болезни, да, вот, всякого рода неудачи жизненные, там, неустройства жизненные, это на самом деле наказание больше. И люди, допустим, прокаженные, они выгонялись из общины и вообще, как бы, из социальной жизни, да, где-то на окраине там обитали, там, в каких-то резервациях. Именно потому, на самом деле, что они, что, как бы, считалось, что в самый раз это Божья воля такова, и нельзя их трогать, и там куча всяких запретов было. И поэтому разбиение по здоровью, да, вот, которое там осуществлялось, оно точно так же работает, как вот здесь, разбиение по отношению к собственности. Давайте сначала, как бы, так, теперь перейдем к тому, что, что касается, вот, Марсовской собственной теории. Вот, слушай, у тебя есть частицы фермионов и бозонов. Надо сделать так, чтобы не было ни фермионов, ни бозонов. Для этого надо уничтожить критерии их различать. Фермионов и бозоны различаются не как А и не А. Фермионов и бозоны различаются как А и Б. Почему? Фермионов и бозоны различаются как А и не А. А почему? Ну, потому что есть определение фермионов, я не определяю бозонов. А есть определение здесь А, а определение не А, просто как отрицание, у него нет никакого содержания, кроме как по отношению К. Не фермионы, это не обязательно бозоны. Ну хорошо, но тогда у тебя различие между ними. Не фермионы, это обязательно бозоны. Ну, в данном случае, наверное, нет. Почему? Это может быть электрон. Это фермион. Нет, смотрите. Еще что может быть? Фотон. Фотон, бозон, бозон. Нет, смотрите. Вопрос в следующем состоит. Либо разбиение содержательное, например, если вы говорите фермионы и бозоны. Вот разбили все частицы на фермионы и бозоны. Если вот это содержательное одно, а это содержательное другое, то это совсем другое. Если это полное разбиение, то это, на самом деле, совсем не тот случай, о котором я рассказывал. Понимаешь? Это вроде сейчас не фермионы. Понимаешь? Вопрос. Масовское разбиение, оно тоже, оно имеет вот такой форм. Нет. Не фому, Алина. А имеет вот именно вот такую форму. Вот этот может Här её обсуждать. Любое разбиение нормальное, когда разбиение в науке, оно и должно иметь такую форму, потому что... У нас вся такое. Ну да, любое. Ну оно просто не полное. Потом ты состоит в суше, а здесь полное, а у него не полное. Но все люди в этом полное, да. В этом состоит проблема на самом деле. В этом состоит. Вот если все люди разбиваются на капиталистов, там пролетарик, там и еще Я взялся способ производства? Еще каких-то людей, да? Каких-то еще людей. На самом деле, из этого разбиения не возникает... Нужно доказать, на самом деле, что есть это некое, что называется, противоречие между буржуазией и... Ну, так оно и есть, а оно и есть. То есть, это объединение, оно бесконечное. Да какая разница? Противоречие между рабочим и эксплуатированным эксплуататорами, оно и имеет место быть. Оно не имеет место быть. Почему не имеет место быть? Да ну, противоречие, реально противоречие. Вот. Есть разбиение такое, где каждое отдельное сущее, которое участвует в разбиении, имеет содержательность. Это одно разбиение. Другое разбиение, вот то же самое, такое же разбиение, где каждый сущее имеет свое определение. А есть третье разбиение, где есть только одна определенность какая-то А, а остальное просто объединено в не А, неопределенно. И никакого другого определения, кроме как отрицания А, оно не имеет. И сюда все свалено просто в одну кучу огромную. Ну да, есть такое. И я утверждаю, что это вот разбиение манипуляционное, точно так же, как манипулируют на выборах, когда говорят за одного кандидата, а других говорят просто общей кучей, что проиграешь и все, и осуждать. Да, это идеологически-манипуляционное разбиение, понимаешь, вот о чем я так рассказал. Ну так вот у Георгия какого у Георгия? У Макса февронный бозон. Нет. Вот именно что он начинает с того, что у него разбиение обычное, нормальное, как бы научное разбиение, вот такое, окончая тем, что у него манипуляционное разбиение. А почему? Потому что ему мир надо изменить. Если разбиение такое, то откуда тут возникнет какой-то противоречий к изменению? Почему? Ну, по собственности разбились так-то, по здоровью разбились иначе, по третьему разбились и что. Ну много различий разных. Почему? Что теперь мир надо изменить? Что-то можно всех людей вылечить. Можно всем красоту дать, что ли? Можно всех умом наградить, что ли? Ну будь всегда умные, неумные, красивые, некрасивые. Невозможно это разбиение. Это разбиение закон природы. Все люди различны. И по отношению к собственности есть некая стихия случайности. Все люди по отношению к собственности. Одним угораздило и обладать, других нет. Одним повезло, другим нет. Понимаешь? Да. Это разбиение, во-вторых, оно манипуляционно в том смысле, что просто можно по разному объединять. Не, здесь пока еще регуляция. Можно оставить один параметр, а все остальные объединить вне. Разбиение А. И все. То, что мы вчера говорили. А изменение мира, да? То есть вот это, на самом деле, вот это вот разбиение, оно есть частный случай того, более фундаментальное разбиение на А и не А. Да не, да не в этом, на самом деле. Я даже просто не знаю, с какого конца зайти. Вы там, как бы, как всегда бывает. Я начинаю докладывать. Мы просто рваными, кусками все разорвали теперь. А что, теперь все заново, что ли, рассказываете? Я даже не знаю, с какого теперь конца зайти. Как объяснять теперь. Потому что то, что нужно объяснить, надо уловить его, почувствовать запах, понимаешь? Не успеешь уловить, и все, ничего не понятно. Что теперь? Что тут объяснять-то теперь? Давайте, как бы, теперь перейдем, немножко опять вернемся тогда, и раз сейчас непонятно. Вопрос состоит в том, что любое настоящее реальное разбиение, любое настоящее реальное изменение, оно всегда имеет вид. Всегда. Она имеет всегда такой вид. И по-другому не бывает. Почему? Потому что нет в природе отрицания. Не бывает. Всегда в природе всякое отрицание, оно всегда и бывает не явное. Отрицание — это наше действие. Человеческое, субъективное действие. Отрицания в природе нет. И любое разбиение такое, как вот вы прижмите, фирменный бозон разбивается. Это сейчас на случай разбиение. Могло бы быть тут больше. Сейчас на куче два. А вообще говоря, в мае какое-то эндор разбиение. По параметру, например. По какому-то параметру что-то разбивается. Допустим, вот как мы говорили про гомологические виды, когда разбивался точка, прямая, плоскость. Трехмерный куб и так далее. То есть можно вот так вот пытаться как-то вот разбивать и выстраивать такие вот всех городовые гомологические виды. Выискивать вот такие вот закономерности. Допустим, цвета, многообразный спектр цветов. И так далее. Вообще в реальности именно так представлено все. В реальности есть некое различие. И это различие, если мы его описываем, оно вот именно вот в таком виде всегда описывается. В реальности нет никакого отрицания. И когда Гейбер говорит об отрицательности, что она якобы в самой реальности есть, если феномиологи Духа читают, то на самом деле он говорит то, чего нет. Вот он ведь утверждает, что отрицательность присутствует в самой реальности, она осуществляется. С самого чувства и достойности у него как бы отрицание в самой реальности наступает. Сама реальность как бы сама себя отрицает. Такого нет. Реальность на самом деле, а внутри реальности никакого отрицания нет. И поэтому записать вот эту формулу, вот переписать ее вот в таком виде, да, а взять один из этих параметров А1 и остальное А2, это есть ничто, нет, остальное? Остальное объединение всех разных А. Ну да, а фактически это просто есть объединение. Это и есть манипуляция. Потому что вот в этом не А, мы скрылись. С логической точки зрения, это правильно? С логической точки зрения безукоризненно. Безукоризненно. Но с содержательной точки зрения, да, что важно очень, а именно нам важно содержательная сторона. Марсизм говорит об изменении мира, но не говорит о формальном изменении, да, там, подсказали изменения формальные или остались на том-то месте. Нет. Он хочет, что такое изменить мир? Это значит, надо содержательный его что-то сделать с ним содержательным. Правильно? Ну что иначе-то может сделать мир, как иначе его изменить можно? Так вот, с формальной стороны здесь нет никакой ошибки, это все просто четко. Но с содержательной стороны есть манипуляция. Потому что вот это вот различие, оно скрыто. И это различие скрыто, оно существенное, если мы говорим о какой-то теории. Вот есть какая-то у нас теория, допустим, да? И если мы пытаемся эту теорию проверить, нам еще важно, на самом деле, все параметры это высмотреть. Потому что нам важно их щерпать, как, на самом деле, так или не так. Если мы будем смотреть на теорию только с позиции вот этого отрицания, то, на самом деле, мы никогда не увидим, на самом деле, соответствует эта теория реальности или нет. Почему она и манипуляционна? Потому что этот параметр можно всегда так подогнать, что она будет всегда теорией какой-то удовлетворять. Сначала мы выдумываем теорию, потом подгоняем параметр, выстраиваем разбиение, и, пожалуйста, все сходится, все получается. Точно так же, в моем понимании, построена теория Макса. Она, на самом деле, Игорь правильно говорит, она, конечно, начинается с такого разбиения. Естественно, всякого рода классы и всякого рода исследования, которые он проводит, они действительно держатся у этого обыкновенного нормального научного подхода, когда различие высматривается так, как оно в реальности дано. Когда идет разговор о том, что есть некие параметры, и высматривается, какие там эти параметры. Производственные отношения, производственные силы и прочее, прочее, прочее. Но в итоге, когда дело доходит до того, чтобы... Вот тут важный переход. Когда дело доходит до того, чтобы побудить массы каким-то действием. Что значит побудить? Что такое, опять, входит в это понятие манипуляции, как на выбор. Что значит побудить за кого-то голосовать? Если бы Маркс начал рассказывать свою теорию в таком виде, ну и что, отсюда какие бы выводы следовали? Да никакие. Ему надо... Почему? Ну как-то вот есть некая реальность, да, она разбита так. Кому-то собственность принадлежит, кому-то не принадлежит. Кто-то здоров, кто-то больной. Но мало ли какие есть различия. Почему эти различия нужно устранить? Почему это различие является чем-то, против чего надо бороться? И вот тут вот как бы вот и начинается, собственно, вот та сторона, о которой я хотел рассказать, это логически. Вот давайте запишем, как бы, ход рассуждения. Первое рассуждение. Выберем о том, что реальность, реальность это всегда многообразие различий. Различие, да? Это первое. Это всегда так. То есть всегда изначально есть неравенство. По разным параметрам. Ну, например, там, тут это собственность, здоровье, там, красота, там. Каких только нет, вот, различий, там. Там, люди, на самом деле, друг с другом грызутся и убивают друг друга, даже, там, совершенно незначительные различия. Кто-то там черный, почему-то, кто-то там белый, да, и готовы друг друга резать и убивать, да. То есть любое различие порождает непримиримость и недоброжелательность. Поэтому, как бы, телевизионный человек, тема отличается, как бы, от дикаря, да, что телевизионный человек, как бы, пытается эти различия не видеть, понимает, он видит сущность, да, и невзирает на различия. Это вот первый вариант. Второй вариант. Теперь надо, вот, есть, он действительно усмотрел некое различие по собственности. Теперь ему надо доказать, на самом деле, что это различие надо устранить. Как это сделать? Это надо доказать, что, что капитал, капитал, есть нечто, как бы, что нечестно нажим. Нечестно. Да, собственность есть края. Несправедливая. Так, не говори прямо, что собственность есть края? Ну, волошин. И как это доказывается? Это доказывается тем, на самом деле, он строит свою теорию, что, что есть некая прибавочная стоимость, и в этой прибавочной стоимости капиталист ворует, как бы, труд рабочего. И, как бы, это настолько, как бы, очевидно, что получается так, что рабочий сейчас рабочего дня работает на себя, то есть на свою зарплату, а сейчас рабочего дня работает на капиталиста. А иначе как богатство возникнет? Да, если он будет, если капиталист, ему будут платить полную стоимость рабочего дня, как бы, получается, что, как бы, в стоимость товара войдет все затраты, как бы, да, и богатство никак не наживешь, да? Сколько выложил, столько и получишь, как бы. Получается, что в результате обмена богатства не возникнет, так? Поскольку богатство возникает, значит, как бы, кто-то его ворует где-то, где-то оно, как бы, ущемляется, да? Он где-то появился, значит, оно где-то исчезло. Да, значит, оно где-то исчезло. Ну, это и есть воровство. Вообще-то, логика воровства и состоит в том, что, То есть, богатство привело, значит, другому оно уменьшилось. Это и есть воровство. То есть, капиталист вор. И на самом деле, это первое. И поскольку капиталист вор, значит, надо на самом деле, третье, действовать. Вернуть, как бы, экспреплировать экспреприата. То есть, действие. Действие возникает отсюда. Что надо это неравенство как тут устранить. Неравенство в отношении капитала. И причем это действие является благородным, потому что оно восстанавливает нарушенную справедливость, так сказать. Возвращает честным людям нажитые им же, они же работали на заводе, им же принадлежащие заводы, фабрики и прочие, и прочие средства и так далее. Вот такая простая логика. Она вообще ни отношений к никакой теории вообще не имеет. Это вот это рассуждение имеет отношение только к идеологии. А почему она имеет отношение к идеологии? Теперь вот мы подходим к тому вот разбиению, которое я говорил, да? Оно возникает только тогда, когда у нас на самом деле вот на этом пункте возникает несчастность и несправедливость. То есть, побуждение возникает в том случае, если мы на самом деле производим разбиение таким способом, что отношение к собственности, оно является незаконным. То есть, есть воровство. Давайте мы разберемся с этим воровством. Вообще, если взять, допустим, отдельную фабрику, вот допустим, представим, что капиталист честный человек, да, и решил как бы рабочим платить столько, сколько положено. То есть, всю прибыль распределять между всеми участниками производства. Что получится? Даже если он такой честный, как бы, и всем все раздал, все равно получится, что будет разница между тем, что одни рабочие на какой-то фабрике будут новые получать, потому что они, допустим, находятся в какой-то отрасли, которая является просто сверхприбыльной. А другие будут, хотя будет время столько же затрачивать, да и, может, усилий столько же будут затрачивать, но они находятся в менее прибыльной отрасли, да, там, фабрикой, и они будут получать меньше. Это, как бы, опять же, будет несправедливость только уже между двумя фабриками, да, там. Ну, а потом они и сравняются между собой. Не сравняются. Никогда не сравняются, потому что затраты в одном производстве всегда будут больше, и они будут... Даже сейчас, при государственном планировании, одни, как бы, в отрасли более затратных. А там считается, почему? Там считается, то, что затратно, оно выключается уже из этой общей собственности. Это сейчас не принципиально. Нет, это принципиальность учеб состоит. На самом деле, что вот есть некая плата рабочего, плата. И она, на самом деле, плата труда. И эта плата труда, она такова, какая... То есть есть стоимость... Не плата писать, а стоимость. Вот есть какая-то стоимость труда, которая сложилась на рынке. И она, на самом деле, правильная. Не надо... Она... Эта стоимость туда не должна быть выше или там ниже. Она, вот, то есть трудно садить. Просто есть... Ну, это заматывается. Макс замечает, что стоимость вещи, то есть любого продукта, она воплощает в себе чистый, абстрактный труп. То есть обычный, средний труп. Самый, что она из средний. Да. И у него есть стоимость. Правильно? Да. И сколько времени-то потратилось? То есть время, воплощенное от труда, это и есть стоимость вещи. Поэтому, как бы... Но это же и во все времена так было всегда. Что есть какая-то, условно говоря, на рынке стоимость труда. Она устанавливается... Средний рабочий за час делает один стул, а за два часа делает два стола. У тебя два стола. Два стула будут равняться. Не в эту сторону, я в другую сторону. Как у тебя есть некая стоимость труда, и капиталист расплачивается по той стоимости труда, которая сложилась на рынке. И у него вот остается излишек. Откуда он взялся? Я просто как бы закажу на понятие богатства с другой стороны. Откуда он взялся? Он не взялся от того, на самом деле, что рабочий больше работал. Он взялся... На самом деле, просто капиталист использовал никакие возможности общества. То есть, например, когда общество было уже капиталистическим, были построены какие-то дороги, были построены, были придуманы какие-то там нововведения научные, которые, допустим, оптимизировали труд, или там повысшее производительство, там конвейеры придумали, еще какие-то новинки научные, компьютеры придумали, и прочее, прочее. То есть, капиталист использует некую возможность стилизационную, да? И на самом деле, боевого богатства, есть не что иное, как использование этой возможности. Нет. По-моему, нет. Послушай, послушай, подожди, подожди. Он, на самом деле, присваивает труд, да, но мертвых людей. Тех людей, которые сделали когда-то дороги, придумали компьютеры и прочее. Он, по-моему, не живых людей он труд присваивает, а мертвых. Ну, это твоя точка зрения. Нет, я просто пытаюсь, да, это моя точка зрения. Ну, это не махерская. Не махерская. Я просто объясняю, откуда берется нас. У нашей цивилизации есть постоянный тренд положительный, состоящий в том, что мы постоянно накапливаем богатство. Ну, правда, были воины, конечно, они все уничтожали, но в некотором смысле все равно вверх идет. А мы постоянно на строительстве дороге, они как бы стоят уже. Построены здания, они уже стоят. Созданы какие-то технические новшества, они уже введены в нашу жизнь и уже работают. Телефон, компьютер. Вы говорите материализация. Да, а материализация, она постоянно остается. Но это материализация труда, и это есть материализация труда мертвых людей. И капиталист присваивает эти возможности мертвых людей. Ну не мертвых, а прошлого труда. Ну прошлого, вот правильно, лучше говорить мертвого некрасивее. Прошлого труда. Не присваивает, потому что есть стоимость труда, она устанавливается точно так же, как устанавливается стоимость любого. Стоимость труда устанавливается уже в системе отношений собственных наемных труда. То есть ты уже, так сказать, существует эта система, как бы, условно говоря, пролетарий и капиталистов, да, и уже в этой системе устанавливается эта средняя стоимость. А система этой системы не существовала, а существовала какая-то другая, по типу социалистическая, и стоимость по-другому восстанавливалась труда. Суть-то вопроса в чем состоит, что предполагается, что стоимость труда в канализ свободен, не хочешь, не работай. Правильно? Если бы тебя, условно говоря, встал насмотрщик и говорил, ты что, обнаглел что ли, да, иди работай, как социалистическое время было, если ты не работал нигде, то тебя могли, вон, как этого, кого там, поэта, сослали за то, что он, тунеясный, бродского взяли, вам могут взять и сослать, если ты вообще не работал. Ну и еще раз, ну ладно, ну это твоя точка занятий, то есть это не важно, если бы мы можем здесь стоимость труда связана со стоимостью продукта. Вывод состоит в том, что ничего капиталист не ворует, он ничего не ворует, никаких рабочих, и рабочих ничего возвращает. Но это не значит от этого, что капиталист не должен делиться, потому что он пользуется благами цивилизации, и он должен отдавать, как бы, возвращать обществу то, что он берет из нажитого предыдущего поколения, которое принадлежит, на самом деле, всему обществу. Но он это и делает в виде налогов. Налоговая система и есть та, на самом деле, способ, каким образом, как бы, потом... То есть, смотри, что у тебя получается в твоей схеме. Возвращается богатство обратно. Что у тебя получается в твоей схеме? У тебя получается, что стоимость вещи состоит из стоимости пользования инфраструктуры и стоимостью зарплаты рабочего, тогда это у тебя стоимость вещи. Стоимость вещи складывается из затрат и затрат. Стоимость плюс СМ плюс ВС. Смотри, а это... или, например, каким образом... Я, допустим, я владею землей, я владею своей землей. Я уже никто не создавал никакое предыдущее поколение. Просто я беру и владею. Я приглашаю себе рабочего на моей... этой... земле... Да, только трактор придумал кто? Хорошо, вместе с трактором. Да, вместе с трактором. Но это существенно. С голыми руками, если у тебя стоит рабочий с голыми руками... Да, тогда будет именно так. Хорошо, представите. С трактором не аналог на земле. Работает трактор. Сел его, посадил его в трактор. И он получает ровно столько, сколько работает человек, затрачивая... Как шофер трактор. Он не должен получать с земли. Он должен получать просто как вот... А если бы он не просто по земле ездил, а просто трактор перемещал из одного места на другое и так далее. То есть есть некий понимание того, сколько должен стоить его труд. И оно как бы складывается, если есть. Какой же с максимальной точки зрения, если у тебя есть земля, допустим... Я сейчас пытаюсь его критиковать. С матовской точки зрения. У тебя вещь... О, стоит... Должна вещь по-настоящему... Строить только столько, сколько стоит именно этот труд пахнет на этом тракторе. Но это неправда. Вот он просто станет труп, что это неправда. Такая позиция ваша. Ну правильно. Тогда получается, что труд, который с использованием трактора и без использования трактора, это что, одинаково должен оцениваться? Нет. Труд без использования трактора не оценивается никак. Это, как говорит Макс, просто выкинутый труд на ветер. Как это выкинутый? В феодальном обществе у рабов это выкнули? Тем не менее, об этом посвящены сотни страниц капитала, объяснение этого феномена. Что когда у тебя появилась некая механизация, то твой... Не-не-не, дело же не только в механизации, а в минеральном удобрении. В минеральном удобрении, в чем угодно. Не-не-не. Нет. То есть учитывая, другие сорта идите. Да. Другие сорта идите. И весь труд, если ты... Подожди, подожди. Откуда все богатство? Откуда богатство берется? Подожди. Если у тебя один пашет на тракторе и сажает кукурузу с трактором, то... А другой человек безручную кучит, то человек, который пашет вручную, просто теряет свое рабочее... Ну теряет, теряет. Ну Игорь, ну дожди. Потому что он теряет, знаешь, что он не зарабатывает. Еще раз говорю, подождите, подождите. Сейчас мы превратимся опять в болтанных. Суть вопроса в чем состоит? Вот что, благодаря научным достижениям мы можем использовать тот же самый труд. Вот условно говоря, вот есть поле у нас, там есть один работник. Используя труд одного и того же человека, но в различных условиях. То есть использованием трактора, использованием специального вырабочения, таких как струк культур, использованием... Как там называется это там? Мелиорации. Мелиорации. И прочих и прочих научных продвинутых вещей. Один и тот же человек произведет разное количество труда. А труд плохо, то есть разное количество продукта. А труд плохо один. И с точки зрения Макса, получится, не человек больше заработает какой-то капиталист, а стоимость продукта, конечно, упадет. Правильно. И этот твой рабочий на тракторе будет получать ровно столько же, сколько он не получал. Правильно. А я вам еще и говорю. Я и говорю, что богатство капиталиста откуда берется? Оно не берется от того, чтобы эксплуатируют рабочих. Получается, что богатство капиталиста, оно у тебя с девальцами ниоткуда не берется. У тебя просто... Было... Железо стоило две коровы, а стоило стоить одну коровью ляжку. Вот и все. Ладно, не утрируй. Я просто... Вопрос состоит следующий. И Макса его так ставит. Откуда берется богатство? Либо капиталист ворует богатство у своего... Либо... Либо... Нет. А я объясню, что он не ворует. А я говорю, что он не ворует. А если он не ворует, то на самом деле и побудить Макса к тому, чтобы изменить эту ситуацию, это просто бессмысленно. Потому что здесь нет смысла... Нет никакой несправедливости, поэтому нет смысла какую-то справедливость восстанавливать. Ведь она невозможно только побуждать человека к изменению реальности, только в том случае, если это реальность неправильная. А ты сама говоришь, что он ворует на умерших людей? Ну это... А чего это у ООН тогда пользуется? Подожди, подожди. Он ворует... Не ворует... Он просто... Как можно умертвых своровать? Как по ерунду, как ты говоришь? Умертвых нельзя своровать. Ну у нас вот, например, общее количество считает настоящий момент, что нефтегазы богатства страны Распределяются неравномерки. Что обромерчих седвергов, видимо, кому-то... Путину... Достается больше, а другим меньше. А им меньше. И это как бы источное напряжение... Вопрос просто следующим. Просто умертвых нельзя своровать. Просто умертвых... Вопрос спрашивается, почему именно капиталист должен пользоваться наследиями мертвых? А почему наследие мертвых не должен пользоваться его рабочим? И поэтому... Дали шут. Отсюда какое следие? Что по сколку? Капиталисты... Отсюда вывод очень постой, что всех мертвых надо расписать. Ахахахахаха... Ну это может быть. И они предъявят претензии, где наше добро? Опять как вам обоморучие, среди этого нечестно. Ну как-либо. Давайте только не скатываться в таком. А вопрос состоит в том, что для этого существует государство и налоговая система для того, чтобы вот то общественное богатство, которое никому как бы не принадлежит, вот дороги проложены. То они сделали, предыдущее поколение. Кому они принадлежат? Они принадлежат как бы всем. Все по ним ходят. И машины ездят, допустим, того же капиталиста по ним, правильно? Придуманы при компьютере, сети проложены, телефоны и прочее. Они как бы тоже... Ну, сети, допустим, кому-то можете принадлежать. Ну, в каком-то отношении как бы много в цивилизации сделано чего? Да, как бы это там... Чтоб как бы никому не принадлежить. Почему нации? Национально. Национально. И поэтому государство просто должно за это... Понятно. Людей, которые используют... А русским, русским, а таджикам не принадлежит. Поэтому таджики не должны быть допущены на территорию. Ну, Игорь, ну что ты опять скатываешься в болтовни? Я же... Давай как бы сначала мысли-то услышал. Мы либо мысли высказываем, либо вот... Понимаешь? Вот чем... Мне марсисты чем не нравятся. Потому что всегда вот все скатывается в болтовни. И никакой мысли не удается высказать. Потому что марсизм в принципе мысли-то и нет. Поэтому высказывает тут нищего, конечно. Я согласен. Ну, зачем тогда уж совсем все дрирует? Нет, ну почему нету марсиста мысли? Ну, какая у него мысль есть? Что капиталисты воры, что ли? И надо доказать это в трех томах, что ли? Ну... Дело в том, что... А не мог бы он сразу сказать, что вы воры и все. Типа, мы сейчас будем вас там раскулачивать. Мысль-то простая. Дело в том, что он расписывается, насколько разные там экономические понятия, характеристики и так далее. А из этого описания этих всех экономических сторон жизни общества, значит, 1800-х годов или 1700-х, конца 1700-х, можно делать разные выводы. Он делается вывод, который написан в манифесте коммунической партии экспроприаторов экспроприаторов, то есть по-русски это с русского на русский граб награбленное. Ну да, ну и что? Просто вопрос следующий. Давайте теперь я вам приведу новую теорию, не марсизма, а как бы о теории здоровых людей. Это теория нездоровых людей. Мы все нездоровые, короче, объединяемся. Это нездоровую партию, так сказать, всего мира там. Мы все нездоровые всего мира соединяемся. И будем мочить здоровых. Потому что здоровое обнагрели? Да. Они присвоили капитал, который состоит в здоровье. Это же капитал. Извините, моё здоровье можно во много что вложить. Кто здоровее, тот больше зарабатывает, лучше живёт. Да, да. И мы будем на самом деле бороться. Партия нездоровых людей будет бороться за искоренение всех здоровых на Земле. И пока будет один здоровым, будем их уничтожать, ловить и мочить в туалетах. Нет, я просто объясняю. А теперь слово здоровый замените на слово... Вы понимаете бессмысленность того, что я рассказываю, да? Абсурдность. А теперь замените на это слово капиталист. Или там на слово пролетария есть. Это всё дальше, слово пролетария. схема похожая. А схема она следует именно из того, разбиение, которая... Проблема состоит в том, что мы людей можем разбить на пролетариях и капиталистов. Вот, понимаете, что, в принципе, это разбиение, если оно существует, то мы можем на основе этого разбиения, уже дальше строить which doesn't belong there. Почему это разбиение должен быть исчезнут. Почему это как нам говорил неравенство? Почему это неравенство должно быть уничтожено? Но ведь неравенство по собственности это одно из видов неравенства. Ещё существуют миллионы видов других неравенств. По цвету кожи, по здоровью, по красоте, по уму. Да какие только мы там, по способностям, по талантам. Что ж мы теперь будем? По каждому, по каждому неравенству, мальчики уничтожают, что ли? Нет, дело в том, что просто так, конечно, утрировать марксизм, это тоже, Маркс, как он приводил, да, что вот это, на таком-то этапе развития общества, вот образовались, значит, рабочие, образовался классы тепла. Давайте не будем тогда обсуждать, что говорил Маркс. А все эти штуки, что у тебя со временем богат становится богаче, а рабочие становятся беднее. Но это неправда. Ну, вам показывает практика, это же неправда. Это неправда, но мальчик в этом состоит. Поэтому он утверждает, что по пути дальнейшего развития капитализма в любой стране растёт обнищание народных масс. И, кстати, ещё хотел заметить такой момент. Вот говорится, что есть свободный рынок труда, и там устанавливается какая-то стихийная определённая зарплата за определённый труд, там не хочешь, там не работай. Но, к сожалению, понимаете, в чём дело? Нет никакого свободного рынка труда, так сказать, независимого от всех там прочих сторон жизни, допустим. Независимо от политики, так сказать, от социальной сферы. Допустим, люди, скажем, владающие высокими капиталами, владающие большими деньгами, они, соответственно, и законы проводят в своих интересах. Они, так сказать, вообще, так сказать, всю систему государственную, политическую, общественную обустраивают в своих интересах, прежде всего. Они могут составить сговор для того, чтобы держать зарплату, допустим, ниже определённой планки. Такое и есть. Если, допустим, сейчас появился какой-нибудь там предприниматель, который, ну, там, условно говоря, сейчас можно я договориться? Сумасшедшим, условно говоря, который бы там стал всю прибыль делить между своими работниками, да? Вы что, думаете, ему дали бы существовать? Я просто смеюсь над тем, что вы всё говорите о каких-то где-то... Это вообще никакой нашим капитализм удивительным. Это же в принципе предполагает свободный труд. В принципе. Свободное... Вечто идёт, почему у него... Существование труда. Почему у него от организма такой возникает? Это в массовом представлении о мире. Потому что у тебя богат становится богаче, бедность становится беднее. Но не получается так, что у тебя здоровые становятся здоровее, а больные становятся больнее. То есть такого нету. Поэтому у тебя противоречий между здоровыми и больными людьми нету. Ну, подожди. А между капиталистами и политориатами... Хорошо. Надо доказать сначала, что богатый становится богаче, а бедность становится беднее. Ну, то, вроде бы, это доказание. Но это... Капиталы приращиваются. Приращиваются. Нет, это не факт. Во-первых, вы, на самом деле... Я, вы знаете, что сказал? Как это доказывать? У тебя любое производство, это есть кражу рабочих, рабочего времени, да? Ну, понятно, что ты им восполняешь все время меньше, а энергии и сил тебе нужно для поддержания своей жизни. Нет, 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 нет. Это не то. В этом-то и заключается прогресс общества, что в результате разделения труда работники стали производить продукции больше... И поэтому это нужно меньше. Нет. А кто-нибудь с чем состоит? Капиталист любой, да? Ну, скажем, лучше говорить работодатель, заинтересован в том, чтобы работник нормально питался, чтобы он нормально жил, чтобы он больше мог сил выложить для того, чтобы капиталист больше заработал. Лучшие страницы капитала посвящены обсуждению детского и женского труда. Ну, это понятно. Женского и детского, как бы, это все понятно. Потому что как раз ему он совершенно не нуждается. Когда он про фашизм рассказывает, то я тоже, прежде всего, вспоминаю именно концлагеря и прочее. Это все понятно. А еще можно вспомнить там это... Потому что это трудоедство. Это рабочее. И это самое главное. Ты понимаешь, что в идеологии самое главное страшилки побольше. Побольше страшилок как-то, да? Неважно, в каких отношениях делах. Имеет это отношение. Я понимаю. Как показать, что капиталисты несправедливы? Мало того, что они воруют, они еще и детей, и это... Едят. Ну, едят, да. Там как бы там... Женщины эксплуатируют и так далее. Ну, в общем, плохие во всех отношениях. Просто какие-то разбойники. Прилетели с другой планеты. А нельзя к этому отнестись так, как к некой стихии. Вот есть много стихий, да? Вот есть стихия здоровья, есть стихия красоты, стихия собственности и прочей другой стихии. И вопрос состоит не в том, на самом деле, что есть какие-то хитрые люди, которые эти стихии придумали. А вопрос состоит в том, что просто обычные люди в этих стихиях живут. Ну, у кого-то угораздило, ну там, родился он в такой семье богатый, он стал почему-то богатым. Другой родился в семье бедной, он стал бедным. Да, другой родился в семье бедной, все равно стал богатым. Ну и такое тоже бывает. Вопрос состоит в том, мы же не сетуем, но так по идее мы понимаем, что ураган пришел, допустим, в какой-нибудь Тайланд или в каком-нибудь другом стране, все уничтожил. Но это же несправедливо. А почему не у нас уничтожил, не в Америке? Почему уничтожил? В Америке, америкация богатая. Я думаю, что марсистские теории, речь идет не о справедливости. Марсистские теории, когда речь идет о переделии мира, изменения мира, речь идет только о справедливости. Это вот именно не так. Нет никакой такой необходимости. Потому что он считает, что как-то здесь будет дальше развиваться, этот ряд будет все более-более бедный. Хорошо, а откуда тогда теория пролетарской революции взялась? Вот поэтому они должны, поскольку меч у человека в русских цепей, они должны это дело... Они опять же все-таки должны? Должны. А почему, как выразили, вот именно что и слово должны, это долженствование, указывает на то, что они должны что-то действовать, должны как бы объединяться и сопротивляться. Потому что они могут... А если бы это была бы действительно научная теория, она бы говорила о том, что рано или поздно эта ситуация изменится. Потому что если у тебя, грубо говоря, это... Ну и ты, давай, еще раз, Маркс, на самом деле, изучал дикий капитализм, который был вначале. Там, может быть, он вначале, когда какое-то что-то становится, оно таковым и было. Да, может быть, там какие-то отдельные... Он увидел отдельные какие-то страшные там эти лики капитализма. Можно увидеть отдельные страшные лики социализма. Понимаешь? И точно так же описать, что социализм это просто такой ужас, кошмарный, там, без конца. Да, но это и описывали, да. Да, но тем не менее, это к этому весь социалистическая система, к этому не сводится. То есть, так же, как и капиталистическая, к этому не сводится. А есть некая логика взаимоотношений. Капиталист точно так же выгодно, чтобы рабочий получал достаточно. Понимаешь? Он просто выгодно, но понимает прекрасно, что рабочий... Ну, типа Форд, который взял от своих заводов и поднял с ним заработную плату. Правильно, правильно, именно. Ну, не надо путать, значит, Форд взял и поднял заработную плату. Нет. Давайте, значит, почему он это сделал. Почему? Есть там одна небольшая техническая подоплёка. Он придумал конвейер. Ну. Вот. И отсюда, значит, увеличила производительность труда. Ну, спотаж. Когда его проходит? Нет, нет, подождите, увеличила производительность труда. А, соответственно, производительность труда он увеличил, рабочие, значит, производили продукта больше, а зарплату общепринятую они стали получать. Он добавил немножко большие общепринятые зарплаты, а ему-то больше оставалось, потому что большие продукты производил. Или он вместо 200 рабочих нанимал 100, а зарплату 100 разделил между этими. Ну, на самом деле, на самом деле, как бы, если, как бы, переходить уже к современности... Ну, в общем, там уже... Ну, а ты собрались вместе, все с ним. Нет, подожди. Вот если... Ну, Мишка, да, это... Ну, это... Ну, Игорь, я понимаю, что тема дебильная, но давай, как бы, всё-таки, я поделал. Поделал состоит следующее, что в современной ситуации, допустим, какая-нибудь компания, типа, там, Facebook, ну, ты, наверное, ничего не производит, понимаешь? А деньги зарабатывает немедленно. Каким способом? Она единственный способ зарабатывать, чтобы просто она использовала некую возможность, которая висела в воздухе. А социальная сеть уже висела в воздухе, как возможность. Она просто её использовала. А что мы ещё и хочу сказать, что получается, этот... Facebook, что она просто ворует... Чьи-то труд, что ли? Ни чьи труд она не ворует и платит своим работникам столько, сколько их труд стоит. Она просто использовала некую возможность. И вообще всякая услуга, она использует некие возможности, которые уже существуют, которые на зрели. Да? Вот и всё. Вот в чём состоит. И точно так же работал и их старый капитализм. Ну, в первоначальном накоплении, наверное, там, формы эксплуатации были более жестокие. Как, собственно, и древнее общество всегда... Это вообще взаимоотношения людей там более жестокие. Ну, постепенно они цивилизуются. Почему? Формы эксплуатации, там, они были в разных странах, в разных... Ну, какая в Facebook эксплуатация? Это одна из компаний, там, 100 миллиардов долларов стоит. Какая там эксплуатация? Они просто заняли нишу, которая висела в воздухе. Вот и сейчас висит какая-то другая ниша. Мы о ней не знаем. Допустим, какой-то, например, там, Web 3.0. Я не знаю, там, что там ещё можно придумать, да? И кто первый туда вступит, да, кто её... Это... Займёт эту нишу, тот и заработает денег. И так совсем происходит. Но это, естественно, эта ниша создаём мы. Общество создаёт. И поэтому с этих Facebook и прочих, конечно же, имеет право общество взыскивать налоги. Потому что всё это создано нами, да? Все эти возможности существуют, как бы, благодаря тому, что мы существуем. Но никто ни у кого ничего не ворует. Вот о чём речь идёт. Булат, налоги – это часть прибавочной стоимости, понимаете? Нет, налоги – это способ вернуть те, как бы, деньги, которые вложили предыдущие, предыдущие проколения. Как можно больше. Ну, не знаю, как можно больше. Налоги, наверное, разумные. Это уже не важно. Надо понимать, что такое налог. Налог – это часть прибавочной стоимости. Можно рассматривать так же, что то, что вновь созданную стоимость, или часть вновь созданной стоимости, и вновь созданная стоимость, она складывается из зарплаты работника, из дохода капиталиста, и налога, и дохода государства. Вот из трёх составляющих. Поэтому можно, значит, делать вообще общество и без налогов. Это не важно. То есть, как мы договорились, значит, у детей, как эти три составляющие… Я вообще согласен. Просто я тому говорю, что разум не было не революцию устраивать, экспроприруют экспроприаторов, а как бы устроить разумную систему налогообложения, да, вот как там, у европейских стран. Но для этого надо капиталистам объяснить, почему они должны платить. Ну, просто вопрос… Это у нас в волне, и на примере капитализации, страны, на которую не жалко, на её примере показать, что может быть. Нет, вопрос всегда состоит в том, каким способом вот эти вот возможности, которые капиталист использует, не явно. Он ведь не ворует. Он просто работает как бы возможности. Вот есть некие возможности вокруг него, он их использует и реализует. Как вот эти возможности вернуть обществу, потому что общество их создало, эти возможности. Эта вот проблема состоит. Эта проблема, она должна регулироваться на государственном уровне, на общечеловеческом уровне. Это уже другой вопрос. Никакого вопроса к отношению к воровству. Ведь речь идет у Макса, что на каждой фабрике, на каждом заводе происходит бороство. Сидит капиталист, как какой-то паук, понимаешь, и рабочий на него там работает. Ворота у них. Ну это буквально в смысле как получается? Он и платит меньше, чем должен. Но это ведь не так. Нет, он изымает просто благодаря развитию производительности труда, у капиталистов появляется возможность изъятия прибалочного продукта, и рабочий от этого не страдает. Вот это и состоит, что он ничего не изымает. Он платит столько, сколько стоит труд на рынке. Труд на рынке тоже что-то стоит. Ему достается то, что значит... Ну вот у Конга, вот смотрите, есть разные страны. Труд, допустим, в Китае стоит дешевле, чем труд стоит, который в Европе. Почему это так? Потому что есть рынок труда. Почему-то это ведь так? Вы еще хотите сказать, что независимо, кто китайец или европеец, труд этих людей одинаково стоит? Нет, Булат, извините, просто понимаете, что если критиковать Маркса, то нас сначала, значит, это прочитать и сослаться на какую-то работу. А если вы сказали, что я Маркса не читал, но я его начинаю критиковать, то это просто... Да, Маркса я, во-первых, считал, просто я не хотел... Ну, фраза такая подключала. Я просто не хотел сейчас вдаваться в подробности, потому что хотел обсудить это в общем по плане. Если бы теперь подробности... Это какой-то бесполометный разговор какой-то. Да, именно так. Просто я не хотел именно такого разговора, поскольку можно бесконечно обсуждать на самом деле, прав там Маркс, в конкретном частном случае, или не прав. Я как раз и показал с общей точки зрения, что он, его переход, как бы, от его теории к побуждению людей к действию, он на самом деле является манипулятивным и опирается на эту манипулятивную логику. Вот и все. Я это хотел только показать. Что тогда вот для... Он может с каким угодно, или я могу придумать какие угодно теории. Любой человек может придумать какие угодно теории, но для того, чтобы людей побудить эту теорию воплотить в жизнь, нужно придумать способ, каким образом это сделать. И единственный способ это можно сделать, это путем манипуляции, путем выдавания желаемое за действительное. Больше их нету, не будет. Он обоснование, значит, марксизма, что коль экспроприаторы экспроприируют, то, значит, это изымают часть добавочного труда в созданной стоимости. А таким образом мы сделаем то же самое, что мы только по отношению к экспроприаторам. Но самое важное... И в процессе манипулятивной партии заканчивается словами. Это экспроприаторов экспроприируют. Правильно. Вот и все. Но важно здесь что состоит? Это идеологический вывод. Правильно, идеологический вывод. Но вот эти идеологические выводы, это и есть манипуляционный вывод. Научный вывод не может быть таким. Правильно? Почему? Ну, потому что научный вывод опирается на реальность. А в реальности нету никогда такого различия, да, между там, прямо вот так, между эксплуататорами и эксплуатированными. Такого прямо вот различия, такого нет. Его не провести, не разбить так общество, на самом деле. Не удастся. Не удастся сделать ай-няй-няй, никогда. Вот если мы берем просто капиталистов, то есть просто пролетарик и потом всех-всех остальных, или просто капиталистов и всех остальных, мы тогда сможем указать, на самом деле, на это разбиение. А если мы будем разбивать честно, да, и будем выказывать различия, то мы людей придется сделать сколько классов будет? Сто классов будет? Сколько там? Тысячи классов? Потому что же всякий раз же возникала вот эта проблема, даже вот у наших коммунистов, да, возникала проблема. К кому относить интеллигенция? Это кто? Пролетария-то или это? Да, да. Ну, а кроме интеллигенции много еще других прослонов там? Да. Много? Правильно, да, всякие вопросы всегда есть. Где еще прослоки, блин? Ну, можно придумать этих, там, это, почтальонов, или торговцев, или еще кого-то, то есть, не важно. Или мелкие, там, торговцы, да, они капиталисты, которые сами на своем трудном, как ты приводил, люди, которые сами работают своим трудом, как бы, и являются, собственно, сами себя нанимают на труд. А что, или политбюро куда отнести, можно любую, вот, ну, просто факт состоит в том, что, на самом деле, что вот такая непримиримость между теми, кто обладает капиталом и не обладает, она возникает только тогда, когда у нас вот есть вот такой вот, разбиение, да, вот разбиение полное. Почти тогда, главное не полное, главное, что оно взаимоисключающее. Когда есть взаимоисключающие разбиение, то деваться некуда, да, как ты говоришь, если одно будет постоянно нарастать в своем богатстве, другое будет постоянно нещать, потому что взаимоисключающее разбиение. А если разбиение не взаимоисключающее, если, возможно, многообразные переходы, то нельзя никаких выводов это сделать. Почему? Если переходы возможны, это означает, что общество может как-то плавно эволюционировать. Почему нет? И оно практически так и эволюционировало. И стало очень, это, мы преодолели планку нужды, и стало очень много людей, которые работают, как бы, на другого человека, но тем не менее живут безбедно. Как это стало возможно? Они, и больно, они не хотят даже работать на сами, не хотят сами быть предпринимателями, потому что быть предпринимателем, быть капиталистом, это же тоже огромный труд, да? Надо там постоянно заботиться о том, куда деньги кладывать, как руководить производством, и проще, и проще, и проще. Потому что, как крестьянные любят об этом говорить, того что богатство, это тоже своего рода, иметь богатство, это тоже быть в рабстве у этого богатства. Ему надо служить этому богатству. Поэтому если человек достигает некого уровня обеспеченности, как происходит в Европе, ему уже ничего не нужно, он не бастует ни против чего. В него устраивает система, потому что он обеспечил свои какие-то необходимости и получил какую-то комфортную жизнь. Ему этого достаточно. И, в принципе, возможен капитализм, который попадает в некое равновесие, на равновесное состояние, где одни действительно богачи, а другие беднее, но в целом все счастливы. И никто никого не эксплуатирует в буквальном смысле. А регулируется, но есть понятие, поскольку откуда берется богатство капиталиста? Оно берется, естественно, из того, что он присваивает труд предыдущих поколений. Ну и над этим надо понимать, что он присваивает... Не предыдущего, а текущего. И текущего, текущего. Нет, текущего он не присваивает. Каким он... Ну еще раз, ну... Ну может быть, он использует... Он не присваивает, как трудно присваивает. Он платит же за труд. Это понятно, смотри. Рабочий производит больше продукта... Ну это и называется воровством. Но опять же, вы никак понятия не можете, что нету такого воровства. Вы говорите о воровстве, что воровщий работает больше, а платится ему меньше. Ясно. Я не сказал, что больше... Не-не-не, поэтому это нормально. Поэтому, когда Абрамович приватизировал, скажем, сикнефть за бесплатно, он же тут предыдущее поколение не только приватизировал. А он? Предыдущее поколение приватизировано, оно же относится к нам. Это же тоже мы. И поэтому, как бы, что все равно. Да, почему ничего? Да, божьи дары смешивают, значит, с... С реальным трудом это уже другое. Да, и потом, допустим, разумная система налогообложения. А какая она разумная? Почему, допустим, не сделают такие налоги, что, словно говоря, после уплаты налогов у капиталиста останется на руках за отплату рабочих? Да. Да, он вот это... Как он называется? Знаешь, как он называется? Одушевленный станок. Это называется так, что тогда... Просто как это устроено государство? Если государство будет своих дойных коров так вот забивать, то... Правильно. И оно само обрушено. Правильно. Так как почему, допустим, правильно? А зачем это она как-то совсем дороже, чем... А потому что... А потому что кто-то должен же заниматься... Кто-то же должен предпринимательgyn Alumni. Правильно. То-то не просто никому не заниматься... Главное даём произведение для контракта. Да, и он поддаёмный чиновник будет заниматься. Ну, и возможно, такая система. Да, и чего она привела? В общем,% trash. Так и было. Правильно. Я же не думаю, что она невозможна. ただ и... Только я вам помню, выбор показывал. Либо все капиталисты, либо все, как бы, эти... Большой капиталист. Слово говоря, капиталисту платится за инициативу, можно так сказать. Но у инстанции у тебя же есть возможность, я же тебе говорю, возьми сейчас кредит в банке, под залог партии. Правильно, я все правильно говорю, за инициативу платится капиталист. Ну не важно за инициативу или нет, за то, что он реализует эту инициативу. Да, ну просто видишь, что там уже во времена Марса там были уже много всяких вещей, которые появились, там рантье, которые сами ничего не делали, за них все делали управляющие. Появились всякого рода, там такие... Ничего-то плохого-то нет, наверное. А как, что же тут? А почему, вот видишь, у тебя представление о том, что оплачиваться должен труд только, да? А деньги это на самом деле труд, только который просто выражен деньгам. Он это либо раньше затрачен, либо просто передан ему эти деньги, допустим, в предыдущем поколении. Если он сам не работал, в чем на эти деньги, чтобы получить, заработать эти деньги? Я же тебе объясняю, почему ты рассматриваешь человека отдельно? Не в составе рода. Вот есть какой-то род каких-то людей, и в этом роду люди работали для того, чтобы будущие поколения что-то могли бы жить без беда. Почему ты так не рассматриваешь? Ну, потому что у нас уже общество самостоятельных личностей. Да, ну все, это уже, это же болта мне, общество самостоятельных личностей. Потому что она прошла вот так. По справедливости она... Да, по справедливости как раз надо всех взять и там всех здоровых перестрелять. Это по справедливости? Нет. Ты что, ну ты что, ты больной, а мы больной. Все больных перестрелять. Нет, ну ты здоровый, а мы больные. Какая-то некрасивая женщина не может найти там себе мужа там, и мучится она бесконечно больше, чем это какой-нибудь там бедняк, у которого капитала нет. Ну, конечно. Ну, конечно. Какая-то известная женщина, что не ради с красивой, а ради с матерой. Конечно. Вы думаете, что можно за деньги купить здоровье, красоту, ум, но я сомневаюсь, что это так. Во-первых, как показывает практика, они... Практика возможна. Да, да, да. Вот Макс, видимо, так и думал, что самое главное это отношение к собственности, и все можно купить. Субтитры сделал DimaTorzok